Итак, первые растения выбрались на сушу. В прошлые разы мы подробно разбирали, как мхи решили эту сверхзадачу. А что же дальше? Более 400 миллионов лет назад в Силуре на суше обитали гораздо более продвинутые потомки первых сухопутных мхов – ринеофиты. Их важным достижением было развитие проводящих тканей и образование настоящих сосудов для транспорта воды. Очевидно, что транспортная система развивалась параллельно с постепенной заменой примитивных ризоидов, которые только позволяли закрепляться на грунте, на более сложную корневую систему. Так шествие жизни по Земле ознаменовалось важным событием – появлением сосудистых растений. К слову сказать, всю дальнейшую эволюцию растений вплоть до наших дней можно рассматривать как все новые и новые усовершенствования, направленные на независимость от материнской водной среды. Морфологически ринеофиты и их ближайшие потомки еще сильно напоминали своих старших родственников – мхов. До нас дошли окаменелости дихотомически разветвленных стеблевидных растений нескольких сантиметров в высоту без листиков. Стебли могли фотосинтезировать, и на вершинках они несли спарангии. Нижние части растений в окаменелости, к сожалению, не сохранились, поэтому что там было, мы можем только догадываться. Вот детальный анализ ископаемых остатков ринея и куксония позволяет предположить, что ринеофиты обладали развитой проводящей тканью и имели устица. Это говорит о том, что всасывающая корневая система также была уже развита. Наличие спарангиев свидетельствует о том, что найденные достаточно крупные жизненные формы являются диплоидными спарафитами. Очевидно, что эти спарафиты гораздо крупнее и сложнее устроены, чем спарафиты их предковой группы – печеночных мхов. Это имеет очень важное значение и свидетельствует о важнейшем событии в эволюционной жизни нашей планеты. Первые сухопутные растения были сфокусированы на срочном поиске любых вариантов приспособлений, то есть очень быстрой изменчивости за счет дешевых гоплоидных растений гометофитов. А вот теперь акценты сместились. Можно было считать, что первая попытка выхода на сушу удачно состоялась, и вот теперь было важно не растерять свои эволюционные достижения. Мы уже знаем, что быстрая изменчивость хорошо достигается среди гоплонтов. А вот закрепление хороших эволюционных находок, то есть стабилизация, уже реализуется более устойчивыми диплонтами. Таким образом, на втором этапе освоения суши произошел переход от дешевой гоплоидной пехоты к дорогой, но мощной диплоидной кавалерии. Доминирование диплоидной формы позволяет и лучше сохранить генетическое разнообразие в популяции, и лучше регулировать развитие и жизнедеятельность сложных организмов. Зная даже в общих чертах, как работает эволюция, мы можем попробовать реконструировать силурийские события. Итак, первые сухопутные растения, вероятно, напоминали простые зеленые нитчатые водоросли. Именно так выглядит прорастающий гометофит мхов или бурых водорослей. Первый переход был из постоянной водной среды в периодическую. Влажные места, регулярно заливаемые водой и дождем. Из нитчатого проростка разрасталось листовидное растение размером несколько миллиметров. Находясь во влажной среде, ему пока не требовались ни защитная кутикула, ни устица, ни проводящие ткани. По сути, они не слишком отличались от своих прародителей, от водорослей. Новшеством, имеется в виду новшеством в размножении, для них был четкий переход к оогомии, то есть к разделению гомет на два типа – многочисленные мелкие и подвижные сперматозоиды и крупные яйцеклетки, которые не покидали пределов женского гометангия, ну то есть архегония. Оплодотворенная яйцеклетка, зигота, прорастала в спорофит прямо из архегония и развивалась на материнском растении гометофите. Также большим приобретением было уже рассмотренное тесное взаимодействие с микоризными грибами и азотфиксирующими почвенными микроорганизмами. А вот дальнейшее развитие уже вскоре после первого выхода на сушу пошло по двум разным путям. Часть первопоселенцев вполне удовлетворилась достигнутым, лишь немного развив базовую комплектацию. Выработали примитивные покровные ткани и кутикулу, очень простые прообразы проводящих волокон и приподняли не вполне самостоятельный спорофит над землей, чтобы споры могли распространяться ветром. В таком виде мхи дожили и до наших дней. А вот другая группа растений первое время находилась в тени своих удачливых родственников – печеночных мхов. И эта группа экспериментировала с осложнением не гометофита гоплонта, а диплоидного спорофита. И это довольно скоро принесло свои плоды. Так получилось, что все эволюционные новшества мхов имели одну слабую сторону. Не только фаза полового размножения должна проходить в воде, но и для жизни всего примитивного растения необходима влажная среда. Поэтому отдалиться от воды практически не получалось, а серьезно усложнять гоплоидный организм не позволяли ограничения, накладываемые одинарным набором хромосом. Выход был очевиден. Усложнять стоит диплоидную жизненную форму – спорофит. Жизненный цикл этой передовой группы растений, а мы говорим о плоунах, хвощах и папоротниках, подчиняются общей схеме. Диплоидный спорофит в спорангиях производят споры. Споры образуются в ходе редукционного деления – миоза. И содержат одинарный набор хромосом. То есть споры – это гоплонты. Они разносятся ветром и потоками воды. Во влажных местах из споры прорастает гоплоидный гометофит. Его еще называют заросток. На заростке формируются органы полового размножения – гометангия. Мужской гометангий – антиризий – образует подвижные мелкие гометы – сперматозоиды. А вот женский – его называют архегоний – крупные и обычно неподвижные яйцеклетки, которые не покидают архегонию, и это важный момент, и ждут гостя. Сперматозоид достигает яйцеклетки и сливается с ней. Прямо в архегонии образуется продукт слияния – диплоидная зигота, которая начинает активно делиться, и в результате она разрастается в новый диплоидный спорофит. Получается так, что спорофит вырастает прямо из гометофита. Цикл чередования диплонта и гоплонта замкнулся. В процессе эволюции гометофит сосудистых растений эволюционировал слабо. Он по-прежнему напоминает исходную форму мха первопроходца – маленький и невзрачный заросток, который может жить только во влажной среде. А вот спорофит – теперь уже основная жизненная форма – приобретал одно усовершенствование за другим. Именно по этому пути и пошла вся эволюция растений. И такой жизненный цикл приняли все последующие группы. Основная жизненная форма – это диплоидный спорофит. А микроскопический гоплоидный гометофит стал нужен только для полового размножения. Как же эволюционировал и изменялся спорофит? Для того, чтобы увеличить активную площадь фотосинтеза, на таломе спорофита стали возникать уже изобретенные мхами чешуйки, их называют филоиды, или по-простому – листочки. Небольшая модификация защитных полимеров – кутина и спорополинина – привела к изобретению сложного семейства молекул, которые могли существенно укреплять клеточные стенки растения, склеивая и переплетая волокна целлюлозы между собой. Так, впервые на вооружение был принят лигнин – полимер, изменивший мир растений навсегда. Теперь стало возможным не просто укрепить талон. Жесткость и упругость опорных тканей дала возможность вырастать намного больше, чем это было возможно раньше. Известно, что трубчатые каркасы практически так же прочны, как и монолитные, но при этом гораздо легче и дешевле в производстве. Так, с внедрением укрепленного лигнином трубчатого каркаса решились сразу две важнейшие задачи – поддержка крупного талома и транспорт воды по этим же самым трубкам. Опорные ткани стали совмещать в себе и проводящую функцию. Появились настоящие стебли, одновременно и несущая конструкция тела растения, и система двустороннего водопровода. А если с транспорта воды проблем больше не было, то выглядит вполне логичным и развитие механизма всасывания этой воды из почвы, то есть развитие настоящей полноценной корневой системы. Именно это мы и наблюдаем в новом модельном ряду первых сосудистых наземных растений – пловунов или по-научному лейкофита. Эта группа растений имела некоторые характерные черты, сейчас рассматриваемые как примитивные, а именно дихотомический тип ветвления, то есть когда одна ветвь симметрично делится на две. Верхушечные спарангии, как и у ринеофитов, уже собраны в подобие шишки, по-научному стробилы. Стелющиеся по грунту побеги научились выпускать полноценные корни из боковых почек, что дало начало не просто корневой системе, а целому новому органу – корневищу. Корневища – это не просто разрастание корня, по сути дела это подземный побег. Оно позволяет, кроме всего прочего, запасать питательные вещества на черный день и более тесно взаимодействовать с почвенными симбионтами – грибами и бактериями. Одна из родственных групп пловунов, теперь мы знаем их как хвощи, прорастила проводящий пучок филоид, который уже начал напоминать лист высших растений, хотя пока еще и оставался длинной чешуйкой. Кроме того, хвощи интересно экспериментировали с принятой схемой чередования поколений. Пользуясь тем, что в корневище можно было запасать ресурсы для роста, они ввели в дополнение в жизненный цикл, когда спорофит давал отдельные вегетативные и спороносные побеги. Также хвощи, используя унаследованный от водорослей механизм минерализации, укрепляли свои стебли кремнеземом. И, наконец, венцом споровых сосудистых растений стали папоротники. Сохранив общий принцип чередования поколений с основной диплоидной стадией, они существенно усложнили строение спорофита. Например, у них впервые появились собственные версии настоящих листьев с ветвящимися жилками – ваи. А органы для производства спор – спорангии – не собирались в отдельные шишки стробила, а располагались на нижней стороне листьев, образуя скопления – сорусы. Поэтому совершенно неудивительно, что первые сосудистые растения – сборная команда плаунов, хвощей и папоротников, имея развитые всасывающие проводящие опорные ткани, рванули вверх в конкуренции за солнечный свет. Эгода-гонка, кто выше, началась в Дивоне и достигла своего пика в Карбоне – от 360 до 300 миллионов лет назад. Это было замечательное время в истории Земли – время первых настоящих лесов. Древние леса располагались в долинах рек, поскольку всем этим растениям требовалась влажная почва для жизни и размножения гомедофитной стадии. В этот период пионерские достижения растений во многом обогнали эволюцию других групп организмов. Изобретение лигнина, который укрепил целлюлозные волокна и позволил формировать настоящие стволы, привело к тому, что споровые растения смогли вырастать, как настоящие деревья, высотой до 30 метров, со стволом до 1,5 метров в диаметре. Это имело интересные последствия. Древесина отмежных растений не перегнивала, поскольку тогда грибы и микроорганизмы еще не разработали биохимических путей по разрушению комплексов лигнина с целлюлозой. Это приводило к тому, что речные долины были запружены завалами из бревен. Таким образом формировались гигантские болота, в которых древовидные плавуны, хвощи и папоротники процветали. Можно смело сказать, что растения сами создавали для себя и расширяли зону обитания. Нагромождения стволов уходили в болотную грязь, и за 300 миллионов лет древесина превратилась в залежи каменного угля. Ну, собственно говоря, поэтому этот геологический период так и назван – карбон, каменно-угольный период. В болотах процветали древние земноводные, а быстрое разрастание лесов привело к тому, что в результате небывалого взрыва активности фотосинтеза содержание кислорода в атмосфере Земли превысило 30%. Это в полтора раза больше, чем в наши дни. И зеркально содержание углекислого газа в атмосфере снизилось втрое. Одним из последствий кислородного бума был эволюционный всплеск членистоногих. Из-за особенностей своей уникальной дыхательной системы благодаря кислородному пику древние насекомые и многоножки достигли поистине гигантских размеров. Кроме того, нарастание концентрации атмосферного кислорода, а также изъятие из атмосферы диоксида углерода и захоранивание его в угольные пласты в виде органики, имело и другие последствия. Значительное снижение содержания атмосферных парниковых газов привело к постепенному глобальному похолоданию. Средняя температура Земли снизилась с примерно 20 до 10 градусов по Цельсию. На полюсах огромное количество воды связывалось в ледники, и уровень моря упал более чем на 100 метров. И в целом весь климат стал намного суше. Это явление называют коллапсом каменно-угленных дождевых лесов. Что же было дальше? Ну вот об этом мы поговорим в следующий раз. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и оставайся с нами.